друзья доброе утро очередной выпуск и как часто бывает во влогах я даже не знаю пока о чем этот выпуск будет например изначально я хотел рассказать о том как выглядит наш день об этом уже были выпуски но они были достаточно давно сегодня раннее утро сегодня 23 января и мы идем куда конечно же на игру ёпнуть на игру мы едем а у димона еще на днях и укурирует тачку жесть и он на этих эмоциях даже хотел ехать не на игру а еще там какой-то и вредительный заниматься вот смотри поставили где знак ну да и нахер азии знак вот посмотри вот утопили вовнутрь то есть он правее же знак ну как так ну да и вот здесь теперь ставить нельзя марш вот здесь типа можно да нет нельзя в том-то дело вот смотри да вот еще не укурирует тогда а это с другой стороны но там он лишь тоже знание это с другой стороны дальше вот здесь не заставить а я твоих вот здесь и задом стал и припарковался его физически видеть не мог но ну ё-моё у нас этот знак должен стоять не там вот сзади а спереди он должен стоять и этот фур еще запарковал для фуру то что их должны правильно я поставил на два дня же поставить знак поставили сняли эту пленочку врать сразу же тачки эвакуировали и спасибо уроды так ребят ну давайте у нас получается вторая игра с ними прошлое у нас не было вообще никого мы всю игру играли в обороне и там в третьем периоде забили да еще как-то мудрились в принципе выиграть игру и сейчас такая ситуация опять нас никого нету все опаздывают вот ребят площадка большая давайте если мы последние игры играли активно но сейчас во первых нам активно идти нельзя в любом вот то есть тройки мы сразу задохнемся устанем поэтому обязательно с подката встречаем ребят средней зоне с подкатика встречаем нападающий отдаешь им как бы серединку раз подкатика и пошел он угонишь лицом чтоб успевать догонять это первый момент второе прекрасное субботнее утро нас собралось не очень много сейчас многие опаздывают что странно потому что вроде выходной день вроде выходной день и все должны были рассчитать и вовремя лечь спать субботу утро но приехали не все и даже свет на арене полностью не включен соперник только выходит ну и мы начинаем сегодня праздник хоккей сегодня с нами андрюшка наконец так понеслась клюшки замотал просто при такой игре надо как можно точнее все отдавать яй а чё он упал да а чё он упал да а чё я вот так упойте вон по лицу прям клюшки а лё свист а кровь то есть товарищ студент дума то есть и для вас кровь даже идет в тёбле а и и и и и и Зашивайте. Проснулись? Проснулись? Всё, всё, Сань. Какой-то *** в голову прилетел. Сзади? Кто-то был. У меня охуенно. Я вообще не видел. Я смотрю, ты упал просто из себя. Видел, кто меня ел? Я видел. Он тебя не видел, ты его не видел. А что это за номер был? Ничей вины не было. Субтитры делал DimaTorzok Есть! Молодец! Алё! Тихо, тихо, тихо! Всё, всё, всё. Поехали, поехали! Летит, летит! Давай! Кукуху тряханули мемальца. Там момент был, он видимо выезжал из нашей зоны, я его не видел. Сука, меня это сильно расстроило, конечно. Но что-то даже из ребят никто не видел, кто это был конкретно. А потом говорят, что вроде как бы без злого умысла случайно. Но разозлило, конечно. Если мы так будем вяло играть, вяло абсолютно. Нападающих без предложений, не создавая, не лезя на пятак, не стараться обкатить. У каждого там должна быть какая-то своя игра. Вот если мы сейчас играем на контратаку, у нас вот это основное. Давай, пошли. Беги казак! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже начинаем надеяться, наверное. На третий, а нет, рано, рано, рано! А вот и третья шайба отбивает шайбу после первого броска. Артюхин перед собой. Тут же оказывается игрок над обиванием. Пожалуйста. Вот какой интересный ракурс сперва Буглкоу будет с этого момента на площадке. 3-0 соперник ведет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ебан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот ты мне скажи, почему ты опаздываешь? Я вам всегда одно и то же твержу. Чтобы сделать какое-то дело, выиграть игру, надо быть очень дисциплинированным во всех компонентах. Только мы зацепились вроде за тройку можно цеплять. Сейчас опять обосрались мне. Давайте сразу тогда хуй забьем. Будем сразу тогда больше давать Чернову играть, с Манцеру, Авдиенко, в плей-офф, тогда будем цепляться. Игра у нас позади. И сегодня, когда уже все мысли, так сказать, тоже остались за спиной, когда уже чуть-чуть успокоился, с ребятами разговаривали на тему, как в меня влетели. Сначала была рабочая фраза, рабочее мнение, что это было случайно. Случайно и оставим тогда. Одно радует, что случайно, благо может быть, с каждым. Я тоже могу случайно. И все такое. Так, как жестко сейчас встретили Голубкова. Знаем мы все известного этого блогера на интернет-просторах. И я думаю, этот момент обязательно войдет в его следующий ролик. Сегодня буду кататься в Марсблейдах, что не может не радовать. Понятное дело, что сначала только на тренировку, но, честно говоря, даже находясь не на льду, я чувствую, что вообще максимально по-другому нога стоит в них. И они клацают. Я не уверен, должно ли быть так или нет. Кирюх, а у тебя клацали коньки? Клацали. Так должно быть, да? Да. Ну ладно. Сегодня нам надо потренироваться, потому что в субботу у нас уже очередная игра, и мы играем с ледоколом. Команда волшебная. Дим, ты как готовишься к игре следующей? Проиграли? Что-то много проигрываем. Не можно даже за тройку зацепиться. Тренируешься. Как еще можно готовиться к игре? Красавчик. Да, у Василевского я как-то спросил, говорю, самый неприятный вопрос, самый мударский вопрос от любого журналиста. Говорит, какой уже тебя достал? Он мне сказал, почему вы проиграли? Говорит, самый мударский вопрос. Говорит, я откуда знаю. Проиграли? Я сделал все, что мог. Вот, наверное, действительно самый мударский вопрос, но и тем не менее. Почему вы проиграли? Не знаю. Я сделал все, что мог. А своими словами? Это мои слова есть. Ну, на самом деле, они сильнее были. Я думаю, заслуженная победа у них была. Мы были слабее, поэтому проиграли. Вот и все. Да потому что не собрались. Половина проспала. Вовремя надо собираться, ребятки. Ну, они нас переиграли просто. Они были собраны. Уж играли плохо. Вообще никакой игры не было. Просто бегали, бежали в одну сторону, а потом бежали в другую. Вот вся игра была. Ну и, в общем, такая канитель. Плюс у нас сейчас появилась вроде бы вторая тренировка по пятницам. У меня, к сожалению, по семейным делам я не могу ходить. Но в результате почему-то у нас тренировка в среду стала максимально тесной. Чтобы вы понимали, в прошлый раз мы играли пять на пять на одной четвертой. То есть не пополам. В общем, ну, поняли, на одной четвертой. Очень много народу. Приходите еще, ребят. Будем играть семь на семь на четверти поля. А давай мы же поменяем. Хочешь против большого почти. Он тяжелее просто, чем три. Аааа... Аааааа! Ураа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня народу поменьше, движение побольше. Очень было много упражнений на борьбу, что не может не радовать. Это то, чего нам прям остро сейчас в играх не хватает. Потому что любое столкновение с соперником, мы сразу шайбу теряем, равновесие теряем. Полкоманды, включая меня, я особенно даже толкаться-то толком не можем. Вот в чем дело. Не то, что нам силовые, а просто толкнуть никого не можем, потому что просто банальное равновесие теряем. Сейчас поиграем по диагонали на полплощадки. Все, 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 что не ломать клюшку. Да я врат! Знаете, что еще из интересного? На играх я очень часто слышу, как соперники орут. И не только на играх, на самом деле, оказывается, у нас очень много личностных неприятелей, то есть которых принципиально не любят стальные крылья. Потому что мы очень долгое время были очень сильной командой, на самом деле. Сейчас чуть хуже ситуация, но не любовь все равно осталась. И очень часто я слышу фразу, что нам помогают судьи. Вот не иной раз таких соперников хочется кого-нибудь из них взять на год, на сезон в нашу команду, чтобы они посмотрели, как нам помогают судьи. Как у нас, нашего Эйждивенца... Короче, как там Андрюху сносят, разбивают ему губу, что ему надо штопать. Идет кровь и не дают мне вообще даже двух минут, не то, что там дисциплинарный штраф. Как откровенно играют в игрока, который уже как бы вне игры, грубо говоря, в том плане, что он там упал, пытается встать, да, Андрюх, как у тебя было? Да, да. И просто олень со спины подъезжает и его толкает, когда он еще даже встать не успел. И за это тоже не удаляют. Поэтому все вот эти сопливые вопли, которые мы слышим периодически от команд, причем, как правило, это... Ну, боксинг, команды-команды, короче говоря. И это неправда, это неправда. На самом деле, судьи очень часто, у нас к судьям очень часто большие вопросы. Сменка тяжелая была, да? Так вот, конечно, тренер иной раз старается оказать давление на судьи путем ора, когда бывают действительно ситуации странные. У нас у самих очень много бывает претензий к судейству. Ну, не претензий, а вопросов. Димон? Бывает. Помогает нам в судьи играть? Нет. В общем, мы просто тренируемся. И когда мы выигрываем, выиграем по делу. Сегодня среда, в субботу мы играем. 30 января, в субботу, в 2 часа мы играем. Кстати, хорошие комментаторы, что было удивительно. Я уже от трех комментаторов слышал про себя и комментаторов курс, чем я занимаюсь. И позитивно относятся. Ну, посмеиваются, конечно, мерзавцы. Но что делать? По крайней мере, знают, что приятно. В общем, будьте позитивными, подписывайтесь. Пока. Режиссер на диване.